Наши города так похожи, но в то же время у каждого своя история. И эту историю писали самоотверженные люди, которые жили и работали в закрытых городах. Так начинается документальный исторический фильм «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов». Он объединил историю атомной промышленности в закрытых городах. В нем собраны обзорные видеоэкскурсии по улицам атомных городов с информацией об ученых земляках, в честь которых эти улицы были названы. Основная его идея состояла в том, чтобы создать документальный исторический фильм о развитии атомной отрасли, о тех людях, которые внесли весомый вклад именно в развитие атомпрома. Идею создания такого фильма сотрудники Центральной городской библиотеки имени Маяковского представили на конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих организаций по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Работа получила поддержку совета и команда библиотеки приступила к реализации межрегионального проекта. «При содействии наших коллег из библиотек «Зато», территории присутствия Госкорпорации «Росатом», волонтеров, каждый город представил свой 10-минутный ролик. А уже мы, организаторы и реализаторы этого проекта, виртуальные прогулки по улицам атомных городов, собрали его в единый фильм. В фильме каждое видео предваряет краткая характеристика о закрытом городе, его вид с высоты птичьего полета и рисунки главных достопримечательностей в графике, которые изобразила художница, оформитель и дизайнер Анастасия Макарова. В нашем городе провели экскурсии по улицам Зернова, Академика Хритона и проспекту Музрукова. И мы очень благодарны нашим партнерам за участие в реализации проекта. Посмотрите наш фильм на канале, на ютуб-канале библиотеки Маяковского. Он того достоин, он интересен и познавателен. Теперь прогуляться по улицам закрытых городов и узнать их историю можно из любого уголка мира. Единственное обязательное условие для такого путешествия – доступ в интернет. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.